Профессия медиатора у нас в стране относительно новая, и многие не понимают, что же мы делаем. Такого друг от друга придумывали, что просто не контактируют абсолютно, а дети страдают, и самим некомфортно. Помочь им высказать свою позицию, услышать вторую сторону и совместно прийти к взаимовыгодному решению. Пришли они ко мне с вопросом о разделе имущества, а в итоге пришли к тому, что они хотят сохранить семью и услышать друг друга. Это не просто покивать головой, пока муж мне что-то рассказывает, а я мою тарелку и делаю вид, что я что-то выслушала. У нас на количество заключённых браков, например, в республике Алтай, на 100 браков получилось 110 разводов. Что женщина хочет, чтобы мужчина догадался, о чём она мечтает. А вообще, сколько ваша услуга стоит? Моё почтение, я Александр Михельсон, переговорка на amig.ru, и эту программу мы решили посвятить 14 февраля, Дню всех влюблённых, или Валентинову Дню. И позвали мы человека на интервью очень интересного, в первую очередь в смысле профессии. У нас сегодня на интервью Елизавета Ионина, которая является президентом Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края. Вот такие регалии. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. И первое, о чём я вас попрошу рассказать, конечно же, что такое медиатор. Медиатор — это специалист, который помогает урегулировать споры. То есть медиация вообще — это процедура разрешения различного рода конфликтов, в том числе и правовых споров, которая проводится медиатором, то есть нейтральным посредником на основе специальных принципов добровольности, конфиденциальности, равенства сторон и нейтральности медиатора. И задача моя, как специалисты и моих коллег, это помочь выстроить переговоры между участниками вот этой спорной конфликтной ситуации в конструктивном русле, помочь им высказать свою позицию, услышать вторую сторону и совместно прийти к взаимовыгодному решению. Когда мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, о семье, тут невольно возникает вопрос. Всё-таки медиация в этом случае — это помощь психолога, потому что невольно такой вопрос возникает, или это комплекс каких-то действий с вашей стороны, которые позволяют разрешить конфликт? Спасибо, Александр, за вопрос, потому что на самом деле вот в таком ключе очень часто у людей возникают сомнения. Профессия медиатора у нас в стране относительно новая, и многие не понимают, что же мы делаем. Медиатором на самом деле у нас может быть специалист вот с базовым образованием разным. Здесь могут быть и психологи, и юристы, и конфликтологи, кто-то даже из других сфер приходит. Например, вы кто? Я по базовому образованию юрист и, собственно, работала больше 10 лет в этой профессии. Но для того, чтобы работать медиатором, нужно пройти специальное дополнительное обучение. И, конечно же, там присутствуют определённые знания и сферы психологии, для того, чтобы мы могли управлять вот этой конфликтной ситуацией, выстраивать переговоры. Но большое отличие от психолога, если, когда вы обращаетесь за помощью консультации психолога, вы ждёте, что разрешатся какие-то ваши глубинные внутренние проблемы, то задача медиатора — не раскапывать вот эти какие-то застарелые ситуации, которые у вас индивидуальные в психике либо в поведении были, а помочь вот ту ситуацию, которая есть между вами и вашим супругом, например. Мы работаем именно с тем случаем, с которым вы обратились. То есть арбитр в некой конкретной ситуации. А здесь тоже есть нюанс. Не арбитр, потому что арбитр — это скорее как раз про эреспруденцию, про судебную систему, где мы привыкли, что вот мы пришли, я говорю так, муж мне говорит совершенно иначе, скажите, кто из нас прав, и вынесите решение. В медиации, в отличие от суда, решение принимают сами участники спорной ситуации. Задача медиатора — помочь им вскрыть их истинные интересы, то есть отойти вот от той узкой точки зрения, с которой они пришли, услышать друг друга, и когда они найдут точки соприкосновения, помочь им самостоятельно выработать решение и зафиксировать его, если они достигнут каких-то договорённостей. Нужно понимать, что это не просто мы встретились сегодня и пообщались. Медиация — это процедура, которая имеет определённые стадии, проходит с применением медиатором определённых техник. То есть на каждой стадии решается определённая задача. Например, снять негативные эмоции, какое-то агрессивное состояние отработать. Вот это всё вначале прорабатываем. Это психология. Ну вот техники применяются из психологии, да, но мы не идём решать ваши детские проблемы. А дальше уже конкретно перейти к обсуждению ситуации. Я так понимаю, вы вмешиваетесь в конфликты, когда уже люди готовы к разводу или в процессе развода. Или это всё-таки могут быть менее жёсткие конфликты, но не в такой глубокой стадии. Александр, если говорить про то, с какими именно спорами мы работаем, вот конкретно именно говоря о семейных ситуациях, мы можем помочь тогда, когда у людей возник запрос. То есть некоторые, вот и на мой взгляд, это просто идеальный случай, обращаются ещё на стадии, когда они в семье, они ещё не подают никакое заявление на развод, но они понимают, что часто у них возникают какие-то споры, либо они просто не могут вот в каких-то именно моментах найти общий язык. То есть вот здесь мы можем поработать даже с темой восстановления отношений, проработки каких-то семейных правил, как им общаться. Дальше случаи бывают на стадии, когда решили подать заявление о разводе. Тогда можем помочь либо всё-таки сохранить семью, если супруги поймут, что им это важно, если семья является для них ценностью, и они готовы меняться для этого. Поймут с вашей помощью? Здесь, знаете, вопрос, как бы я сформулировал, вы соблюдаете подчёркнуто нейтралитет или ваша задача всё-таки сохранить отношения? Как бы я ни хотела мира во всём мире и сохранения каждой семьи, может быть, где-то в теории, моя задача — помочь им осознать, чего на самом деле они желают, и состыковать их интересы. И при этом, если они понимают, что им важна семья, они её сохранят. Но бывают случаи, когда супруги уже осознали, что действительно в их случае лучше действительно прекратить отношения, но при этом они хотят, чтобы это происходило не через ссоры, через ругань, они хотят пройти через развод цивилизованно. Если в семье есть ребёнок, то даже после развода, естественно, супруги будут продолжать общение, им нужно будет встречаться совместно, либо папе контактировать с мамой, когда можно взять ребёнка на прогулку. И если они расстались, подарив друг другу кучу негативных эмоций, то, естественно, в дальнейшем им сложно очень общаться и даже просто видеть друг друга. И вот на этой стадии медиация помогает пройти через развод цивилизованно, обсудить вопросы, с кем останется проживать ребёнок, как будет второй родитель общаться с ребёнком, будет ли он платить алименты. Если у супругов есть совместное имущество, то здесь медиатор помогает также проговорить вопросы о разделе имущества. То есть это уже юридическая процедура, по сути? Смотрите, да, поэтому медиация в себя включает комплекс различных вопросов. И через введение переговоров мы разрешаем как какие-то темы, которые касаются эмоций и, казалось бы, относятся именно к психологии, так и правовые споры. И применяться медиация может как на досудебной стадии, то есть вот сейчас мы подумали, что нам нужно что-то обсудить, и обратились к медиатору, так и уже после того, как супруги обратились, например, за расторжением брака в суд, либо с заявлением о разделе имущества. То есть если дело уже находится в суде, то медиатор, когда помогает сторонам разрешить их ситуацию, они достигают каких-то договорённостей, они могут быть в суде утверждены как мировое соглашение. А если на досудебной стадии, то мы просто в письменной форме всё это фиксируем в медиативном соглашении, и они как договор это исполняют. Ну, если вопросы, например, о порядке общения с ребёнком. Либо супруги могут обратиться к нотариусу и зафиксировать эти договорённости в нотариальной форме. А вы помогаете им составить эти документы? Медиатор помогает составить медиативное соглашение. Если соглашение было заверено у нотариуса, то оно имеет силу исполнительного документа, то есть такую же силу, как если бы они обратились в суд и получили решение суда. И если оно не будет исполняться, его можно отнести к судебным приставам напрямую. Можно немножко статистики? Всё-таки к вам обращаются на какой стадии конфликта в основном? На разных стадиях, потому что я собираю статистику и свою, и своих коллег. Плюс ко всему мы общаемся с коллегами из других регионов. И бывает так, что, например, к одному медиатору больше будут идти с вопросами о восстановлении отношений, о сохранении семьи. А у меня, например, самые первые случаи в практике вот прям потоком шли. Это были застарелые конфликты даже не на стадии судебного спора, а когда уже развелись, уже 3-5 лет не живут вместе, и такого друг от другина придумывали, что просто не контактируют абсолютно, а дети страдают, и самим некомфортно. И даже в таких ситуациях вы работаете? И в таких ситуациях в том числе мы работаем. Но вот из моей личной практики работа в этом случае, конечно, она более сложная, длительная. Эмоций накоплено гораздо больше. И для того, чтобы мы могли перейти к обсуждению вопросов, например, как разделить имущество, там эту ипотечную квартиру, которая у них до сих пор висит, невыплаченная, или обсудить, как алименты папа будет платить ребёнку, нам приходится сначала очень много времени уделить вопросу их общения, вопросу негативных эмоций, обид накопленных, для того, чтобы они смогли наконец-то друг другу доверять и разговаривать. Снова психология. Отчасти. Юриспруденция, психология, весы такие получаются. Есть ли у вас какие-то цифры, пусть даже условные, когда вы смогли сохранить семью, когда к вам пришли на стадии, когда всё к разводу, вы вмешались, и семья сохранилась? Могу вам сказать вот по себе, по своей работе, у нас сейчас, к сожалению, ещё количество обращений не такое огромное, чтобы его измерять прямо вот там сотнями или тысячами, да и медиаторов у нас вот пока в Алтайском крае, в нашей ассоциации, в этом году нас стало 14, то есть мы буквально вот два года как организовали своё сообщество, поэтому у нас ещё такое небольшое, скажем так, количество обращений. И у меня самой в этом году была всего одна медиация, например, именно на стадии, когда стороны ещё не расторгли брак. И как раз у нас первоначально пришли они ко мне с вопросом о разделе имущества, а в итоге пришли к тому, что они хотят сохранить семью, и за две встречи мы с ними обсудили порядок, как они будут в семье общаться, какие у них будут традиции. Спасли семью. Не скажу, что спасла, потому что медиатор — это всё-таки не спасатель, но я была очень рада, что удалось им понять, что действительно семья для них — ценность, и что на самом деле они друг друга до сих пор любят и дорожат друг другу. А вот ваше профессиональное мнение вообще о институте семьи, потому что сейчас какая-то колоссальная статистика по разводам. Я не знаю, насколько она правильна, но там говорят, что не 70% пар разводится. Не правда? Александр, я уточню. По Алтайскому краю в этом году была статистика 100%. Сто процентов? 70% — это где-то по стране у нас. В Республике Алтай 110% было. А как может быть больше 100%? Это может быть так. У нас сравнивают количество заключённых за год браков и количество зафиксированных разводов. Так вот у нас на количество заключённых браков, например, в Республике Алтай на 100 браков получилось 110 разводов за этот же промежуток времени. Это не значит, что те же самые пары, которые в этом году наконец-то поженились, пришли и уже подали заявление о разводе. Но вот такое же количество семейных пар, других, в это время решили расстаться. Что влияет на такую страшную статистику? Ковид? Вообще какие-то экономические сложности? Или вообще какое-то инфантильное такое отношение к институту семьи, как мне кажется, у многих сейчас? Ведь очень много пар живут долго, годами не регистрируя отношения. Раньше ведь как-то так месяц подружили и в ЗАГС, а сейчас нет. В чём дело? Александр, ну мне, конечно, здесь сложно судить вот о глобальных вопросах, потому что это нужно быть специалистом, проводить социальные опросы, исследования. Но, естественно, мне кажется, в последние годы и экономические вопросы у нас были очень острыми. Плюс, когда у нас начался ковид, многие отмечали, что люди зачастую не так много времени проводили друг с другом, а тут оказались запертыми, например, вот в одной квартире. Но плюс ко всему, для меня как специалиста, который вот работает именно с конфликтными ситуациями, я вижу, что очень часто мы просто не умеем общаться. В нашей семье нас этому не научили. То есть у нас раньше всё-таки больше функций родителей, вот в прошлое десятилетия была материально обеспечить детей, поставить на ноги, чтобы он прошёл обучение. Сейчас у нас во многом, я вижу, как меняется вот это отношение, то есть по отношению к детям у нас уже намного больше вот эта психологическая, эмоциональная сторона, включённость родителей сейчас появляется. И, естественно, и супруги тоже хотят видеть во втором партнёре человека, понимающего, того, с кем можно обсудить что-то, кто будет тебя принимать таким, какой ты есть. Но очень часто мы не умеем именно разговаривать, рассказывать о своих потребностях. И вы этому тоже, я так понимаю, учите. Ну в каком-то смысле. Что вы советуете вот в таких случаях, когда есть конфликт, но он ещё не зашёл такой в крайнюю стадию? Я здесь тогда дам советы, пожалуй, для вот тех, кто будет смотреть видеоролик, поскольку во время процедуры медиации я советы, конечно, паре не раздаю. Но что хочется сказать, что, во-первых, важно слушать друг друга, важно обсуждать дома вопросы, которые вам интересны, важны, которые вас волнуют. И когда я говорю слушать друг друга, это не просто покивать головой, пока муж мне что-то рассказывает, а я мою тарелку и делаю вид, что я что-то выслушала. А всё-таки, особенно в ситуациях, которые у вас вызывают споры друг с другом, важно слушать для того, чтобы понять. Очень часто проблемой во взаимоотношениях становится то, что мы додумываем что-то за второго человека. То есть либо женщина, либо мужчина. Вот она мне так ответила, значит, она вот так считает. Снова психология. Ну вот здесь скорее не психология, даже глубокая какая-то опроса, вопросы общения конструктивного друг с другом. И если вы научитесь вовремя задавать вопросы, вовремя говорить о своих желаниях вслух, потому что у нас часто, ну как раз психологи у нас современные, особенно раскрученные, обращают внимание на то, что женщина хочет, чтобы мужчина догадался, о чём она мечтает. Я вам больше того скажу, женщины столько додумывать умеют, что действительно страшно иногда становится. Мужики в этом смысле, извините за мой шовинизм, мужики в этом смысле, у них меньше фантазии. Александр, может быть, фантазии меньше, но вот здесь любопытный момент. Женщина может накрутить себя тем, что она что-то додумывает, а мужчина может лишний раз… Вот она ему не сказала что-то подробно, он не спросил, например. И его всё устраивает, он думает, что значит, всё нормально. Хотя видно, может быть, что женщина волнуется, что у неё какое-то, может быть, такое неустойчивое состояние, переживает она что-то. Ну переживает, переживает. В этот момент важно спросить, могу ли я тебе чем-то помочь, что-то случилось, что-то не так у тебя. И тогда всё-таки она тоже расскажет, что же там внутри происходит. В общем, нужно общаться. Нужно общаться, да. Если честно, из юридическо-психологической плоскости переходим в практическую. Ваша услуга – это платная, неплатная? Как её получить? Где её получить? И кто к вам может обращаться? Ну вы уже, в общем-то, сказали, что на любой стадии конфликта можно это сделать, тем не менее. Смотрите, Александр, мы всегда консультацию о процедуре медиации проводим бесплатно. То есть рассказываем, как проходит процедура, конкретно к вашему спору, подойдёт она или нет, или нет смысла, например, её начинать, нужно обращаться именно в суд за разрешением какого-то вида споров. После проведения консультации мы определяем стоимость услуг. Но здесь вот я оговорюсь, что в рамках проектов, которые, например, могут быть в этот момент у нас, можно получить в том числе какую-то услугу и бесплатно. То есть сейчас, например, у нас реализуется проект «Родители навсегда». Буквально вот с 1 февраля мы приступили к реализации. И с марта мы планируем начать приём пар для проведения процедуры медиации. Мы работать будем уже с разведёнными родителями, которые прошли судебные стадии по вопросам о взыскании алиментов или о порядке общения с ребёнком. Но, тем не менее, даже полученное решение суда им не помогло. Этот исполнительный документ теперь находится у пристава и не исполняется, потому что конфликты, которые были межличностные, они не разрешены. И вот с такими парами мы сейчас будем работать бесплатно. А вообще сколько ваша услуга стоит? Мы в ассоциации не устанавливаем какой-то чёткий ценник, который должны применять все медиаторы. Потому что специалисты есть с многолетним стажем, например, у них, может быть, стоимость будет чуть выше. Могут быть совсем начинающие специалисты, они скажут, мне сейчас главное опытно работать, я готов там брать чуть ли не за символическую вообще стоимость. Но в любом случае я хочу сказать, что сумма получается приемлемая и гораздо дешевле, чем если бы вы пошли решать свои ситуации в судебном порядке. Ну, ориентир какой-то. Ориентир, например, я в семейных спорах приблизительно беру за работу с семейной парой где-то 7-10 тысяч рублей, может быть, где-то будет до 15, если именно их спор, они чувствуют, что им нужно прям несколько сессий. В час? Не в час. Это полностью стоимость процедуры. И важный момент, то, что оплата у нас по принципу равенства сторон также делится на обоих участников. То есть каждый из участников будет платить только половину. Ну и давайте, наверное, скажем тогда название сайта, чтобы человек... Сейчас, наверное, телефоны даже уже не актуальны, сейчас все в интернете. Где вас искать? Сайт у нас mediatoraltai.ru. На нем указаны все наши социальные сети. Также, если введете в поиске в Яндексе просто ассоциация медиаторов Алтайского края, увидите и наш сайт, и ВКонтакте, и Телеграм-канал, и так далее. В заключение, я все-таки вас хотел бы попросить даже не мне сказать, а вот в ту камеру сказать, ну, какое-то напутствие. Все-таки я надеюсь, что вы заинтересованы в сохранении отношений, чтобы любовь, семья, дети, отношения, все-таки они сохранялись. Вот. Какое-нибудь напутственное слово с учетом того, что выйдет эта программа именно в День всех влюбленных? Друзья, берегите друг друга, относитесь друг к другу с пониманием, с заботой, внимательно слушайте, просите помощи тогда, когда она вам нужна, говорите вслух, чего вы желаете. И второй, ваш любимый человек, он вас постарается услышать. Пусть у вас все будет прекрасно. Спасибо вам большое за интервью. Я надеюсь, что ваша работа все-таки поможет снизить вот эту жуткую статистику разводов. Сто процентов, конечно, какие-то удивительные цифры. В общем, любите друг друга, понимайте друг друга, общайтесь с друг другом. С Днем всех влюбленных! С Днем всех влюбленных!